Здравствуйте! В эфире телеканала Мозырь программа «Диалог в прямом эфире». И сегодня у нас в гостях Наталья Адамовна Ермаковец, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения. И говорить мы будем о безработице. Наталья Адамовна, добрый вечер! Добрый вечер, Виктория! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Тема безработицы достаточно острая, животрепещущая. На 1 ноября этого года безработица по официальной статистике в Беларуси составила 0,3%. Соответственно, она уменьшилась по сравнению с таким показателем прошлого года на 0,1%. Какова официальная безработица по Мозырскому району? По Мозырскому району уровень безработицы составил 0,4% к численности экономически активного населения. И по сравнению с показателем годовой давности снизился также на 0,1%. Можно сказать, что ситуация на рынке труда нашего района достаточно стабильная. Она характеризуется следующими тенденциями. У нас уменьшилось количество безработных по сравнению с прошлым годом. Сегодня эта цифра составляет 203 гражданина. Это 70% к прошлому году, к такому же периоду. Кроме того, на сегодняшний день мы имеем рост вакансии. Сегодня число вакансий составляет 1567. По сравнению с прошлым годом рост такой существенный. На 80,5% это больше, чем на такой же период прошлого года. Кроме этого, кроме вакансий, также снизилась несколько напряженность на рынке труда. За счет того, что также она упала. У нас на сегодня эта циферка составляет 0,1%. То есть это 0,1 безработного к количеству вакансий. Эти данные характерны не только для нашего района, но и в целом для Бомельской области. И не только для больших регионов нашей области, но и для малых. Достаточно низкий уровень безработицы. Если сравнивать в целом с ситуацией по всему миру. В США, к примеру, безработица 3,9%. В Германии 6,5%. В Японии 3,2%. И это при том, что по своему экономическому потенциалу эти страны намного превосходят Беларусь. Насколько я знаю, столь низкий уровень безработицы связан со спецификой ее учета. В чем она заключается, эта специфика? Ну, если брать данные оперативные Белстата, то у нас также по республике по третьему кварталу уровень безработицы 3,9%. В прошлом году на этот же период у нас было 4,7%. По области у нас также по третьему кварталу 3,9%. Но там все происходит немножечко по-другому. Выборочно исследуется домашнее хозяйство. И то есть так построена эта методика, что она гарантирует какую-то более-менее объективную картину. Но мы с вами говорили про регистрированную безработицу, поэтому, наверное, сравнивать вот эти вот вещи будет не совсем правильно. То есть официально безработными у нас считаются лица, которые обратились к вам и стали на учет, насколько я понимаю. Зарегистрированы. Зарегистрированы, да? Да, так оно и есть. И каков социальный портрет современного безработного? Современные безработные у нас, наверное, примерно равное количество как женщин, так и мужчин. У нас на 1 октября было 208 безработных. Из них было 106 женщин. Это 51%. И 102 мужчин. Это 49%. То есть нельзя сказать, что где-то что-то мужчины или женщины превалируют. А по образованию? По образованию, по уровню образования. По уровню образования у нас 37 безработных в этом количестве, 208. Это те, кто имеет базовое и среднее образование. 67 безработных имеют профессионально-техническое образование. И остальные безработные – это люди с высшим образованием. Официальная статистика не учитывает людей, которые не регистрируются на бирже труда. По своим каким-то определенным причинам они предпочитают искать самостоятельно работу, либо не искать ее вообще. Основная причина, по которой они предпочитают не становиться на учет – это общественные работы, которые являются обязательными при постановке на учет. Низкое пособие, многочисленные документы. Получается, что и у нас в стране вышел декрет номер 3, для того, чтобы поддержать безработных. Как раз-таки его основная цель – это выявление этих безработных и помощи, насколько я понимаю. На самом деле все не так страшно, потому что время регистрации занимает 20-30 минут. Ну, конечно, для этого надо предоставить полный пакет документов, желательно. Какие документы? Я боюсь, что я чего-то не назову, но, как правило, это паспорт, трудовая книжка, документы об образовании. В некоторых случаях, когда речь идет о выплате пособия по безработице, нужна справка с предыдущего места работы за 12 месяцев, свидетельство о рождении детей, ну и иные документы по административной процедуре. Какие, может быть, есть государственные программы, которые направлены на помощь вот этим безработным? Да, конечно, вы говорили, что их останавливает вот эта наша процедура регистрации, какие-то другие моменты. Ну, может быть, участие в общественных работах, но я, допустим, это рассматриваю как положительные вещи, тоже участие в общественных работах. Это же занятость, да? Это же заработок какой-то, кроме занятости. Плюс у нас еще очень большой такой спектр программ, которыми мы можем заинтересовать людей. Мы выделяем субсидии на индивидуальное предпринимательство. То есть, обратившись к нам, человек, если в течение месяца мы не можем помочь ему работать, и в таком случае мы можем рассмотреть такой вариант, если он, конечно, желает выделить ему субсидию на развитие предпринимательства. Человек, то есть, проходит какой-то, я боюсь сказать, экзамен, не экзамен с нашей стороны. Он пишет бизнес-план, ему в этом помогают специалисты, там нет ничего страшного. Если человек... Он должен обосновать свою деятельность, которую он хочет начать благодаря вам, да? Да, он закладывает туда показатели, мы смотрим, что человек настроен серьезно, он прописывает, чего он хочет добиться, какими, как бы, деньгами, на что он потратит эти денежки, тоже мы смотрим. О какой сумме идет речь, если это можно озвучить? Можно, конечно, озвучить. Это 11 бюджетов прожиточного минимума для населения города, и это 15 бюджетов прожиточного минимума для сельских жителей. Сумма достаточно значительная. 11 бюджетов на сегодня это 2550 рублей. Бюджет у нас составляет 231 рубль 83 копейки. А на селе эта сумма и того больше, это 3400 с копейками. То есть достаточно приличная сумма, их можно потратить на оборудование, на машины, на механизмы, также на материалы. Достаточно просто написать бизнес-план, обосновать, и будет принято решение, если все серьезно. Мы одобрим. Добрый путь. Кроме этого, у нас еще есть такие программы, как переселение. Также, если человек желает переехать куда-то, присмотрел там себе где-то какое-то место жительства, то есть мы можем свои варианты, конечно, предлагать. Это переселение, оно с предоставлением жилья, с предоставлением работы. Он может к нам обратиться, либо он что-то предлагает, либо мы ему предлагаем свои варианты. В таком случае мы переселяем его, да, мы платим материальную помощь, связанную с этим событием. Это 7 бюджетов прожиточного минимума. Вот. Ну, тоже такая достаточно приличная сумма получается. Насколько охотно? Есть у вас желающие к переселению? Есть у вас такая информация? Ну, за 2018-2019 годы у нас 5 человек переселилось. Из города в сельскую местность? Из города в сельскую местность. Это где-то в Мозорском районе? Да, да, не сказала. Если мы переселяем из села в село, тогда на 2 бюджета прожиточного минимума мы платим больше, тогда их уже будет 9, а не 7. То есть еще более привлекательные условия. Замечательно. Давайте к декрету номер 3. В него совсем недавно были внесены изменения. Это нашумевший у нас такой декрет, да? Расскажите о них поподробнее. Ну, изменения были. Во-первых, декрет изменился и в своем названии. Он изначально был направлен на то, чтобы на соблюдение принципа социальной справедливости. Ну и на сегодняшний момент он направлен в большей степени, нельзя сказать, что тогда он не был на это направлен, но сегодня больше на оказание содействия в трудоустройстве, на занятость. Если раньше, допустим, нужно было незанятым в экономике платить сбор, либо там отслеживалось количество дней пребывания на территории Республики Беларусь, то сегодня механизм действия декрета, он немножечко другой. На сегодняшний день гражданин как бы должен подтвердить, что он занят, это один из вариантов, либо то, что он не относится к незанятым. Он для этого может предоставить пакет документов. Пакет документов он может предоставить не только лично, придя к нам в управление по труду, но также переслать нам копии документов, сами документы, ну если справка, то понятно, что оригинал. В электронном виде, да? В электронном виде, да. Вот, можно позвонить по телефону к специалистам, мы проконсультируем, мы расскажем, как в таком случае лучше действовать. Номер телефона 251948 нашего специалиста. Это в Мозере, да, в Мозырском районе? Это секретарь комиссии, который непосредственно занимается этим декретом. Да, я не сказала, что у нас создана комиссия, которая работает, важную вещь не сказала, которая работает над этим декретом, и она ведет прием людей, которые обращаются со своими ситуациями, в том числе можно обратиться с трудной жизненной какой-то ситуацией. У нас комиссия принимает первую среду и третью среду месяца. Обычно это происходит в 16.00. Кроме того, вся эта информация по декрету, допустим, алгоритм действий трудной жизненной ситуации, перечень документов, которые гражданин может предоставить, ряд нормативных актов, которые регламентируют эти вопросы, это все тоже можно найти на сайте. На сайте есть такой баннер содействия занятости, там рукопожатие изображено, то есть, ну, можно найти. При желании, да? Это все, я думаю, что это будет несложно найти. В сложившейся ситуации наши граждане, занятые, да, которые трудятся, которые ездят на заработки в другие страны, считаются ли они сейчас тунеядцами? Тунеядцев у нас в республике нет. У нас есть граждане занятые в экономике и граждане незанятые. Либо есть третья категория, вот как раз та, которую они относятся к этой третьей категории, которую вы назвали, это не относящиеся к незанятым. Вроде бы так вот непосредственно они и не заняты в экономике, но вместе с тем эта категория также освобождается от, не хочу сказать, ответственности от уплаты на сегодняшний день в повышенном, не в повышенном, а по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение. То есть, эти люди не будут платить, им достаточно просто предоставить документы. О том, что они за рубежом трудоустроены, так? Да. С мая 2020 года также были изменения, соответствующие в законодательстве. Граждане, которые не заняты в экономике, они еще должны будут оплачивать при индивидуальном отоплении газом, они должны будут оплачивать услугу газоснабжения, а также и отопление будет уже выставляться им по экономически обоснованным тарифам. То есть, вот это вот и есть механизм действия декрета. Не сбор, а вот в таком вот плане. То есть, там достаточно большой ряд категорий, которые не будут это возмещение производить. Это и мамочки с детьми до 7 лет, это и люди, которые работают на своем приусадебном участке, выращивают какую-то продукцию растеневодства, это и продукция животноводства, это и священнослужители, и целый большой спектр, который постановление 239 содержится. Много категорий граждан. То есть, нужно только посмотреть. При желании можно это все выдрать или найти? Не обязательно. Можно обратиться к нам, мы никому не откажем, мы всегда с удовольствием разъясняем гражданам. Но также, если какая-то тяжелая, трудная жизненная ситуация, что-то там не складывается, полезен, может быть, еще какие-то моменты, тоже можно этот вопрос решить. Я думаю, написать заявление, комиссия рассмотрит. И если можно, мы, конечно, идем навстречу, если действительно там тяжело. Какие на сегодняшний день вакансии есть в вашей базе данных? В каких сферах может быть преобладающее количество вакансий? Какие вакансии? Ну, можно сказать, что у нас как бы так вот много вакансий строительных специальностей. Это и маляры, и штукатуры, и плотники. Также у нас как бы вакансии поваров, вакансии продавцов, вакансии, ну, разные. Очень много, очень много на самом деле рабочих специальностей. Швеи нужны нанимателям. Что касается как бы не профессии, а должностей, то, как правило, вот на селе у нас нужны врачи, у нас нужны инженеры. Различные желания? Различного рода, да. То есть, ну, на самом деле вакансий очень много, и 80% вакансий, это вакансии, вот, ну, у нас общее количество 1567, а 1259, 80%, о которых я говорю, это вакансии по рабочим профессиям. Можно сказать, что району нужны рабочие высокой квалификации. Ну, я думаю, что, наверное, во всех сферах сейчас очень важной является высокая квалификация. Электромонтеры нужны, слесари различного рода. Так, готовясь к телепередаче, я смотрела вакансии на сайте «Працабай». Там всего в базе 975 предложений по Мозырскому району, по Мозырю. Так, требуются различные вакансии. Продавцы, водители-международники, преподаватели. При том, что зарплату предлагают абсолютно разную. От 150 рублей преподавателю хореографии в школу до 3000 водителю-международнику. Вы, ваш центр занятости, размещают в интернете вакансии свободные? Ну, конечно же. У нас есть такой интернет-ресурс. Там вакансии не только нашего района, там вакансии по всей республике. И очень удобно зайти, сделать какой-то критерий отбора либо по заработной плате, либо по профессии тоже. Отфильтровать вообще, да? Отфильтровать, выбрать область, выбрать район. То есть можно посмотреть и что-то себе подобрать. На самом деле можно. Кроме того, я также хотела бы рассказать о том, что сегодня перед нами, перед управлением по труду, ставится задача такая, есть соответствующий нормативный документ, инструкция Министерства труда, она издана в июле. Ставится задача оценки полноты подачи нам вакансий. То есть если мы, допустим, увидим некие вакансии на интернетных ресурсах, в объявлениях, в транспорте где-то, ну в таком вот массовом доступе, а нам эти вакансии предприятие подавало, но этих вакансий не было, мы имеем право предупредить, естественно, предварительное предприятие, руководителя, либо должностное лицо, полномоченное о том, что мы придем, специалист службы занятости имеет право прийти на территорию предприятия, изучить документы, изучить штатное расписание, изучить документы по приему увольнения, какие-то иные, и сделать соответствующие выводы. То есть если нарушение не будет обнаружено, то есть такого вакансии нам предоставлялись, то есть не подтвердятся эти данные, тогда оформляется справочка. Если же все-таки будет некое расхождение, мы выдаем предписание, но это мероприятие такое профилактического характера, мы не ставим своей целью кого-то наказать. И если в конечном итоге наше предписание не будет выполнено, не будет это внесена вакансия, либо ее внести уже невозможно по каким-то причинам, ну уже как бы только либо это повторное событие, скажем так, вот только в таких случаях мы уже будем применять данные нам полномочия согласно Кодексу опыта административных правонарушений, принимать такие вот меры. Может до этого кидайте. Давайте. Спасибо за интересную беседу. Мы прервемся на небольшую рекламу. Здравствуйте, мы продолжаем диалог в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях Наталья Адамовна Ермаковец, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения. И мы говорим о безработице и о вакансиях, которые имеются в Мозере. Наталья Адамовна, давайте продолжим нашу беседу. Такой вопрос. Какая вакансия? Мы говорили о вакансиях, имеющихся в базе, для интереса для наших телезрителей. Какая вакансия была самой лакомой, самой денежной? Можете какую-то вот озвучить в последнее время? Ну, у нас бывают вакансии руководителей. Они, на мой взгляд, выглядят очень привлекательно, потому что выглядят бонусно, там очень хорошая заработная плата. Но с другой стороны, ну, руководители бывают, заместители руководителей, руководители каких-то филиалов, причем организации тоже такие неплохие. Но с другой стороны, и требования там такие хорошие, то есть там может быть и знания какие-то по узкой специализации, и опыт работы, и, кроме того, знания иностранных языков. То есть далеко не каждый человек решится попробовать себя в таком деле, потому что работа руководителя, она достаточно стрессовая. Поэтому вот что касается вот такой, допустим, вакансии, она, да, вкусная, но не для каждого съедобная. А людям каких специальностей, имеющихся специальностей, тяжелее всего с выбором работы? И есть ли специфика проблем в трудоустройстве? Ну, наверное, исходя из того, исходя из структуры безработных наших, наверное, все-таки тяжелее тем, у кого высшее образование. Причем высшее образование, возможно, педагогическое, они хотят работать где-то в другой сфере. Либо экономисты, юристы, то есть может быть рынок у нас немножко в этом плане перенасыщен. Ну, кто еще? Ну, проще по рабочей, да, профессии трудоустроиться? Да, гораздо проще, как я уже говорила. Ну, я что хочу сказать, что люди с высшим образованием в конечном итоге, они тоже трудоустраиваются. То есть просто надо подождать какую-то свою вакансию. А как вы считаете, почему вот им сложно? Возможно, они какие-то требования предъявляют к поиску вакансии? Конечно, не без этого. То есть человек уже, возможно, где-то работал. У человека уже сложилась какая-то картинка. По каким-то причинам он утратил эту работу. Вот, и, конечно, он уже ищет что-то лучше, что-то, может быть, близкое к тому, что было. Либо то сложилась какая-то картинка в голове о том, чего он хочет. И он предъявляет больше требований. Ну, и в связи с тем, что на рынке, наверное, гораздо меньше таких вакансий, всего лишь 20%, как я говорила, объективно тяжелее на самом деле. А может быть, вы предлагаете человеку переучиться, какую-то переподготовку? Предлагаем. Давайте про это поговорим. Предлагаем, конечно же, в обязательном случае. То есть если человек стоит у нас на учете, его как бы не все устраивает то, что мы предлагаем, то, что предлагает рынок, можно получить другую профессию, можно пройти переподготовку. По каким направлениям? Сегодня мы вот, что касается мужчин, мы готовим водителей-погрузчиков. То есть мы ведем набор в эти группы. Мы готовим по строительным специальностям облицовщик, плиточник, маляр. Кто еще? По мужчинам. Электромонтер, кстати, очень сегодня востребованы электромонтеры. Иногда просто даже не можем закрыть вакансию. Поэтому это было бы, ну, для мужчин, мне кажется, достаточно такая профессия привлекательная. Ну и строители, электрогазосварщик, монтажник санитарно-технических систем оборудования мы готовим. Что касается женщин, повара, продавцы, мастер-маникюра, парикмахер, нужно к нам обращаться, и мы готовим от пяти дней до шести месяцев, в среднем где-то два-три месяца, идет подготовка. Безработному за этот период оплачивается стипендия. Для него это обучение совершенно бесплатное, оно производится из средств фонда социальной защиты. И да, бывает у нас обучение под заказ нанимателя. То есть предварительно заключается договор, человек уже знает, куда он потом пойдет на работу. Ну, на самом деле, очень удобно для безработного. Каков градус напряженности на рынке труда в сельской местности? Как тяжело там найти профессию, работу? Какие есть вакансии по сельской местности? Что касается сельской местности, то безработных с сельской пропиской у нас было 32 человека. Это на 1 ноября текущего года. Ну, если брать так вот конкретно, то сегодня организация сельской местности, допустим, вот Осовец нуждается в толком зоотехнике, нужен заведующий фермой, заведующий гаражом. Заря наша нуждается в трактористе, операторе машинного доения, бойце скота, главном зоотехнике, инженере энергетике. В овощной фабрике также нужен зоотехник, энергетик, главный врач, тракторист и оператор машинного доения. То есть, ну, такие вот профессии сегодня пользуются спросом на селе. Ну, вот рынок труда, он периодически меняется в зависимости от требований экономики. Делали вы какой-нибудь анализ, в ком нуждались раньше и какие специалисты преобладают сейчас? Мы будем говорить про Мозорский район, не в целом про республику. Знаете, на самом деле, за последние 10 лет, как бы такого глубокого анализа я не делала, ну, вместе с всем, за последние 10 лет особо ничего не изменилось, потому что все эти годы нужны были строители, нужны были повара, нужны были продавцы, нужны были работники сферы обслуживания. На самом деле, если были изменения, то, ну, может быть, немножечко все это так усугубилось, но... Как трудовая миграция влияет на рынок безработицы в Мозорском районе? Ну, к сожалению, на сегодняшний день у нас водители наши уезжают, строители уезжают. Возможно, там более такие приемлемые, более оплачиваемые условия. Знаю, что ездят в Россию, знаю, что уезжают в Польшу. И водители у нас, кстати, тоже, вот они нам нужны, нанимателям нашим Мозорского района и строителям. Но сказать, что как бы так вот это все очень сильно ударило, я тоже не могу, ведь количество занятого населения по сравнению с прошлым годом у нас еще держится положительная, как бы такая цифра у нас, 100,3% к прошлому году по занятому населению. К нам приезжают другие граждане, граждане других стран. Из каких стран они приезжают? Украина приезжает, Казахстан приезжает, как бы другие страны ближнего зарубежья. Существует такая пословица, «Хочешь накормить человека, дай ему рыбу». На один вечер хочешь накормить человека, дай ему рыбу. Хочешь его накормить на всю жизнь, дай ему удочку и научи рыбачить. Как вы считаете, служба занятости дает человеку рыбу или удочку? На ваш взгляд. Служба занятости дает удочку и не одну в виде наших программ, которые мы предлагаем нашим безработным. Кроме этого, служба занятости дает озеро вакансий. Поэтому всем этим можно пользоваться на самом деле очень эффективно. Как на вашей работе сказывается сезонность? Когда больше обращаются к вам за работой? Трудоустройством мы занимаемся круглый год. И к нам обращаются граждане. Если следить по прошлым годам, то число обратившихся – это где-то там что-то около 3,5 тысяч граждан. На сегодняшний день уже с начала года к нам обратились 1724 гражданина. И из них безработных – 1480. И количество трудоустроенных граждан у нас тоже такой достаточно высокий процент. У нас на сегодня 69 процентов – это 2076. И трудоустройство безработных тоже 65,9 процентов – это 1130. То есть вот в этом направлении мы работаем круглый год. Что касается других направлений, допустим, у нас есть такая программа, как так называемая вторичная занятость. Это временное трудоустройство молодежи. Мы в основном это проводим в период каникул. С какого возраста, я тогда сразу добавлю, могут к вам обратиться молодежь? Это вот сколько лет должно быть человеку, чтобы он мог к вам обратиться? С возраста 14 лет. То есть у нас на сегодняшний день уже могут в этой программе участвовать и участвуют школьники. У нас в течение 2019 года мы реализовали 23 проекта. То есть 19 проектов у нас было реализовано в период летних каникул и 4 проекта совсем недавно, в период осенних каникул. Сумму мы на это израсходовали 43 тысячи из средств, фонда социальной защиты и задействовали порядка 395 человек. То есть дети работали, дети попробовали, что такое труд, дети получили за этот труд какую-то денежку. Я считаю, что это очень положительная вещь. Они изготавливали мебель, не изготавливали, не так сказала, ремонтировали мебель, осуществляли ремонт, изготавливали стенды, ремонтировали библиотечный фонд. В своих, наверное, учебных заведениях. Да, в своих учебных заведениях. Замечательно. То есть таким образом поучаствовали. Это очень полезное дело, да. Но вот бывают такие ситуации, уйдем немножко от молодежи, что безработный увидел какое-то объявление о вакансии на сайте или в печатном издании, обращается на предприятие, которое ищет человека, и там отвечают в отделе кадров, что нет, то есть уже занято. Зачастую такое бывает, да. Почему так получается? Ну, на самом деле, да, такие ситуации бывают. Может быть, по разным причинам. Может быть, из-за нерасторопности. То есть мы не следует думать, что вот выдали направление на работу, и это исключительно вот мне его выдали и больше никому. В один день, вакансия, что не закрыта, в один день можно выдать нескольким безработным направлениям, там 3-4 человека, и это делается сознательно и намеренно, потому что наниматель у нас имеет права выбора. К нему пришел безработный, один, второй, третий прошли собеседование, он определился каким-то образом, кого-то выбрал, закрыл вакансию, принял на работу. То есть это может быть по такой причине, как вариант, например. Давайте еще по соискателям с высшим образованием. Насколько часто им предлагают специальности рабочие, и насколько охотно они все-таки соглашаются понизить свою квалификацию, переступить, возможно, через себя, и уйти с работы какой-то, возможно, которая у них была с высшим образованием, где требовался специалист с высшим образованием, на вот рабочую специальность. В вашей практике такое было? Да, на самом деле такое бывает, но как бы мы стараемся предлагать работу в соответствии с уровнем квалификации, уровнем, опытом работы, как бы теми данными, про которые нам безработный рассказывает, либо в анкете, либо в устном порядке, то есть мы подбираем вакансию. Но если на данный момент вакансии нет, ну, либо нужно подождать, либо можно воспользоваться одним из вариантов программами, которые мы предлагаем, можно как бы пройти переобучение, ну, как вариант, но если уже совсем как бы так вот ничего не выходит, ну, нужно подождать. Но зачастую как бы сами безработные у нас, либо состояние здоровья не позволяет работать по прежней профессии, либо еще какие-то внутренние убеждения, либо, ведь не все же люди хотят ответственную работу, тяжелую. Вот, может, по такой причине человек меняет работу и не соглашается на то, что если мы предлагаем такие какие-то варианты. Ну, в этом тоже есть смысл. А какие возможности по вакансиям есть для инвалидов? Как ведется работа в направлении вот занятости инвалидов? Ну, и по инвалидам у нас бронь, решением исполкома утверждается, и мы эту бронь в этом году пересмотрели. Если у нас было забронировано 21 место, то на сегодня это порядка 117 мест. У нас действуют также для них программы, программы адаптации к трудовой деятельности инвалидов. И, допустим, вот с начала 2019 года мы таким образом устроили на работу 5 инвалидов. То есть программа адаптации, она подразумевает собой, что инвалид от полугода до, ну, может, полгода, может быть, года, год работает в какой-то организации, реализовывает себя, то есть таким образом как бы трудится. На какие профессии обычно берут инвалиды? Ну, вот у нас территориальный центр наш, учреждение, территориальный центр социального обслуживания населения Мозорского района. Мы регулярно, там у нас есть такая вакансия, как вахтер, мы регулярно туда берем для адаптации людей. Потом из нанимателей, кто тоже с нами в этом плане сотрудничает, это видеопрокат, это Дюба Эксим тоже, видеопрокат у нас был расклещик рекламной продукции, Дюба Эксим тоже, как бы были бармен, был кардеробщик. Ну, вот как бы вот на этот год. Припятский альянс тоже в этом плане, да, продавца брали они. Наталья Адамовна, давайте прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь, она скоро закончится. Здравствуйте, я напоминаю, вы смотрите программу «Диалог» в прямом эфире. И у нас в гостях Наталья Адамовна Ермаковец, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Мозорского райисполкома. И мы говорим о занятости населения. И у нас такой вопрос. В городе все ждут, с нетерпением, я надеюсь, открытие новых торговых центров. Обращались ли к вам из этих организаций в помощи, чтобы найти специалистов? К нам на самом деле обращаются, да, торговые организации, но вот как бы из новых центров торговых не особо. Обращаются обычно по продавцам, обращаются обычно к нам, также по поварам, обращаются по уборщикам помещений, торговые объекты. Ну, по мере возможности стараемся удовлетворить спрос. А специалистов каких отраслей, каких специальностей больше всего стоит у вас на учете? Есть ли какая-то такая статистика? Есть такая статистика на самом деле. Как правило, это люди, которые либо имеют профессиональную подготовку, либо ранее работали. Допустим, вот если работали подсобные рабочие, к нам обращаются в основной массе своей. То есть люди, видимо, не имеющие какого-то такого специального образования. Грузчики к нам обращаются, потом водители, на которых сейчас спрос. Дворники к нам также обращаются, плотники, продавцы. По индивидуальным предпринимателям. Есть ли какие-то субсидии для индивидуальных предпринимателей? Привилегии, возможно? Мы субсидии оказываем безработным. То есть, когда я говорила про те субсидии, которые мы выделяем, я не сказала, что если, допустим, человек не закрыл индивидуальное предпринимательство, либо он уже воспользовался такой помощью с нашей стороны, как субсидия, то в таком случае мы повторить этот момент не можем. А во всех иных случаях можно воспользоваться такой поддержкой, как субсидия на открытие предпринимательства. В небольшом количестве, но мы помогали ремесленникам. То есть, любую идею мы приветствуем. К нам нужно приходить, нам нужно рассказывать, чем хочешь заниматься. Мы можем что-то подсказать. Нам самим очень интересно на самом деле. Посоветовать ей, если все хорошо, если будет написан бизнес-план, будет к нему обоснование, мы, как правило, решаем положительно. Молодым специалистам, которые только закончили высшее учебное заведение, вот мы вернемся к специалистам с высшим образованием, легко ли найти работу в Мозорском районе? Возможно, вы им оказываете тоже какую-то помощь? Которые закончили учебное заведение, ну, здесь уже все будет зависеть от того, выдано ли такому специалисту направление. Если такому специалисту выдано направление, он должен отработать положенное количество лет на рабочем месте, которое определено. В ином случае, если человек со свободным дипломом, да, конечно, мы будем также помогать, предлагать все наши программы, предлагать работу. Вот зачастую, опять-таки, требуется опыт работы. Где его взять молодому специалисту? Может ли он к вам за этим опытом работы обратиться? У нас есть такая программа «Молодежная практика», как мы ее раньше называли. На сегодняшний день она называется «Трудоустройство для получения опыта, первичного опыта работы». И, ну, также она нами организовывается, реализуется. То есть на срок от двух до шести месяцев заключается договор с нанимателем, и человек осваивает полученную профессию. Это связано с высшим образованием? Или это может после среднего специального учреждения прийти к вам? Это может после нашего, допустим, обучения. Либо человек, который, да, высшее закончил, либо среднее. Несовершеннолетние обращаются ли к вам за помощью в поиске работы? Мы немного говорили про школьников. Ну, это, наверное, занятость идет в дни школьных каникул. А вот ребенок сам решил участвовать, стать занятым. Может ли он к вам обратиться? Что вы можете предложить ему? Бывает, да, действительно обращаются, приходят к нам дети. Но в этом году у нас зарегистрировано безработными 11 человек. Оказано содействие в трудоустройстве 4. Кроме этого прошли обучение 2 человека. Ну и ожидают еще несколько человек обучения. Ожидают, пока сформируются группы, потому что у нас есть определенный норматив по количеству людей в группе. И я повторно приглашаю всех желающих пройти обучение по специальностям, которые я называла. Может быть, что-то... Давайте еще раз назовем эти специальности. Возможно, кто-то не смотрел еще в тот момент. Ну вот у нас уже практически сформирована группа водитель-погрузчика. То есть если еще в ближайшие несколько дней кто-то присоединится, мы будем очень рады. Потом также мы очень приветствуем строительные специальности. Если как бы люди хотят, мы обязательно подготовим облицовщика, плиточника, штукатура, маляра, сантехника, оператора котельной можем подготовить, повара. Ну то есть я как бы так вот говорю, немножко на себя перетягиваю, подготовим. Не мы подготовим, учреждение образования подготовим. То есть вы заключаете договор с каким-то учреждением? А мы да, мы организуем это дело. То есть вот, ну что я назвала, маникюр и парикмахер. Вот они у нас как-то так особенно популярны. Это актуально, да? Давайте от молодежи перейдем к лицам пенсионного возраста. Обращаются ли к вам пенсионеры, которые вот уже вышли на пенсию, но хотят работать? На что они могут рассчитывать? Пенсионеры к нам обращаются, но рассчитывать на регистрацию безработными они не могут. То есть мы не можем людей, получающих пенсию, зарегистрировать безработными. То есть они не смогут рассчитывать на наши программы. Но они смогут принять участие в общественных работах, таким образом как-то себя поддержать, какими-то овощами, фруктами, либо денежкой. Они могут рассчитывать на предложение какой-то вакансии. Мы тоже также их можем направить на работу. Какие-то консультации, да, им питаются? Да, конечно. А общественные работы? Что это такое? Возможно, кто-то не знает. Общественные работы, они у нас в основном проводятся в летний, весенний, осенний период. Это работы в сельскохозяйственных организациях по прополке, уборки, сельскохозяйственные продукции. У нас ездят на яблоки, допустим, собирать или пропалывать какие-то овощные культуры. То есть обычные работы, которые на селе, на поле производятся. Много ли безработных ездить на эти общественные работы? Все ли они ездят вообще вот так? Или те, кто проходит обучение, например, освобождаются? Насколько это обязательно для них? Ну, ездят. На самом деле люди ездят туда охотно. Вот то, что мы говорили, что кого-то это останавливает, как есть такая категория, которая не хочет заниматься самостоятельно поиском работы, ездить на эти общественные работы, как есть и другие люди, которые на самом деле охотно это делают. У нас даже бывают очереди. То есть я считаю, что это достаточно привлекательно. Наталья Адамовна, у нас с вами выдалась очень интересная, я думаю, познавательная беседа. Я надеюсь, что наши телезрители вынесли для себя массу полезной информации. Возможно, у вас есть какие-то пожелания для наших телезрителей? Телезрителям нашим я хочу пожелать, если у них работа их устраивает, если она соответствует их внутреннему миру, если она в денежном плане их устраивает, то беречь её. Если же что-то в этой жизни с работой не складывается, тогда они боятся её потерять, может быть, где-то пройти, может быть, у нас обучение, либо где-то ещё, они боятся что-то изменить в своей жизни, потому что все перемены, они, как правило, я вот из тех людей, которые считают, что стакан наполовину полон. Поэтому все перемены, они к лучшему, а вообще я считаю им благополучие в жизни, мира, добра в семьях. И чтобы встречались мы с ними по хорошему поводу. Замечательные слова. Я присоединяюсь к всему вышесказанному. Смотрите диалог на следующей неделе, будет интересная тема. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова